Настройки YouTube канала – 5 важных нюансов, о которых стоит знать. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и оффлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства видеомаркетинга «Ютубис». В этом ролике мы с вами поговорим не только про то, как настроить канал на YouTube, я вам покажу 5 очень важных моментов, которые стоит учитывать при настройке своего YouTube канала. Для этого мы с вами зайдем в творческую студию канала, в раздел «Настройки» и здесь выберем вкладку «Канал». И первое, с чего я хочу начать – это ключевые слова вашего канала. Здесь есть специально под них место, куда вам необходимо их загрузить, но изначально их необходимо собрать. На самом деле, ключевые слова канала по-другому, если говорить профессиональным языком, называются семантическое ядро канала. То есть, эти ключевые слова позволяют YouTube правильно ваш канал ранжировать по определенной тематике, распределять его к той или иной теме. Да, поэтому вообще семантическое ядро канала собирается, используя там те же сервисы «Вордстат», «Яндекс», да, делается также анализ конкурентов и прочие моменты. Но если у вас нет возможности заказать профессиональное семантическое ядро, вы можете сами подобрать сюда ключевые слова, которые в большей степени характеризуют ваш бизнес, да, и относятся к тематике вашего бизнеса, чтобы YouTube мог вас ранжировать, и это будет способствовать также продвижению канала и ваших видеороликов в будущем. Поэтому я вам обязательно рекомендую поставить сюда ключевые слова, если у вас их еще нет, и в принципе это будет одна из основных настроек вашего канала. Дальше. Здесь есть вкладка «Брендинг». Это второй нюанс, о котором я хотела с вами поговорить. И здесь вот видите, сейчас написано, что это логотип канала. Некоторые пользователи путают и ставят сюда логотип своей компании. Я бы не рекомендовала этого делать. Лучше поставить вот именно подписку на канал. Вот этот значок, он может появляться либо в конце видео, либо в заданный момент в ролике, либо быть на протяжении всего видео. Я, кстати, сделала для вас подборку вот таких значков, чтобы не искали. Оставлю ссылку в описании. Скачайте себе. Можете выбрать. Там, по-моему, 10 штук я подобрала. Вот. И поставьте себе логотип канала. Очень хорошо работает для подписки зрителей, которые где-то в рекомендациях, например, увидели ваш ролик. Но, например, им просто удобнее подписаться, когда они просматривают видео. И когда этот значок есть, то если вы делаете призыв о подписке, человек сразу может быстро в видеоролике на этот значок нажать. То есть, если вы поставите сюда все-таки логотип канала, да, то есть вот призыв подписаться и будете об этом говорить, уверена, что число подписчиков на канале видео на вашем вырастет. Дальше. Следующие, третьи нюансы, о которых я хотела поговорить, это загрузка видео. Это следующая вкладка. И здесь мы с вами видим название, описание, параметры доступа и теги. То, что вы сюда пропишите в описании либо в теги, будет в каждом вашем ролике. На самом деле я не рекомендую заполнять эти графы, но, например, в описании, если вы в каждый ролик все равно ставите там свои контакты или там ссылку на социальную сеть какую-то, либо ссылку на свой собственный канал, то в принципе, если он у вас есть в каждом видео, можете вот сюда в описание добавить и вам не придется это делать в каждом отдельном ролике. Он будет по умолчанию появляться при оптимизации видео, когда вы будете делать описание. Что касается параметров доступа, я рекомендую поставить доступ по ссылке, чтобы вдруг случайно не опубликовать видео, которое вы еще не сделали или которое еще не готово. Вот. И что касается тегов, здесь вы можете прописать, ну, давайте я, например, добавлю. У меня один из тегов, который постоянно встречается в моих роликов Юлия Измайлова. Вот. И, соответственно, этот тег будет постоянно во всех моих видео. Он там и так есть. Единственный важный момент, когда вы оптимизируете видео, следите за тем, чтобы этот тег был в конце, но не в начале ролика. В начале видео мы всегда ставим тот тег, который идет у нас по тематике данного видео. Все. Давайте сохраним эти изменения. Дальше. Четвертое. О чем я хотела с вами поговорить. Зайдем опять же в загрузку видео, в расширенные настройки. И здесь вот есть возможность выбрать лицензию. Либо стандартную лицензию, либо лицензия Creative Commons с указанием авторства. У меня, кстати, уже есть видео на канале по поводу лицензии Creative Commons. Можете посмотреть. Ссылку оставлю сейчас в подсказке. Вот в правом верхнем углу можете нажать, посмотреть. Я записывала видео. Смотрите, просто коротко объясню. Когда у вас стандартная лицензия, вы выбираете, это говорит о том, что, в принципе, вы не разрешаете использовать авторам свои видеоролики. Они могут их просто просматривать и какие-то взаимодействия с ними делать. Если вы выбираете лицензию Creative Commons для вашего канала, то каждый ролик с вашего канала другой любой абсолютно пользователь YouTube может брать ваше видео и загружать на свой канал. И пятый, последний нюанс, о котором я хотела с вами поговорить, это настройки вкладки сообщества. Вот мы сейчас в нее зашли. И что мы здесь видим? Что здесь важное? Ну, здесь вы можете увидеть список заблокированных вами пользователей, но это нам не нужно. Я хотела вам рассказать про черный список. Кстати, черный список – это матерные слова, которые не будут пропускать в комментариях, если вы сюда этот список внесете. Я вам оставлю его тоже в описании к этому ролику. Обязательно себе скачайте и внесите вот в эту графу. Ну и также вот здесь должна быть галочка «Отправлять комментарии со ссылками на проверку». Вот. Дальше. Настройки по умолчанию. Здесь тоже можете сделать, как у меня, то есть комментарии на вашем канале отправлять потенциально недопустимые на проверку. И также сообщения в чатах прямых трансляций тоже отправлять, поставить галочку на проверку. Вот. То есть вот такие основные настройки, о которых я вам сегодня хотела рассказать. Напишите в комментариях, узнали ли вы для себя что-то новое, что-то полезное из этого видеоролика. Для меня это очень важно. Если было полезно, конечно же, ставьте лайки, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, потому что в следующем видео я вам расскажу про целых девять задач, которые решает видео на ютубе. Я думаю, вам будет интересно это узнать. Ну, для самых быстрых, кто уже сейчас хочет узнать свой собственный пошаговый план продвижения бизнеса на ютубе, вы можете по ссылке, которую видите на экране, его забрать. Ну и смотрите другие полезные ролики. С вами была Юлия Измайлова. До встречи. Пока. Пока. Пока.